Всем привет, друзья, и добро пожаловать на наш канал. Все о жизни, шоппинге и туризме в Турции. Мы отправляемся в путешествие на караване. Планировали поездку на 3-4 дня. Через неделю начинаются школьные каникулы. Старший сын поедет к бабушке в Россию. И решили всей семьей провести время вместе до его отъезда. Покажу вам караван, как он выглядит внутри. И расскажу немножко о ценовом сегменте. От 3000 лир стоимость каравана в сутки. Это такой средний уровень эконом-класс и выше. То есть можно и за 5, и за 6, и более 1000 лир взять караван. Чем дороже, соответственно, тем он круче. И внутри нафарширован лучше. Ну, скажу, что все есть для удобства. Вода горячая, душ, туалет. Все приборы, ложки, вилки, тарелочки на 4 персоны. Ну, смотрите, буду показывать вам. Едем мы на остров Джунда. Это наша маленькая мечта. Ехать приблизительно 7-8 часов от Анталии. Уже нашли там классный кампинг. Чуть позже сделаю вам обзор. Пока мы заправляемся, покажу обзор, сделаю нашего каравана. Забронировали мы на сайте sahabinden.com. Муж мониторит, всегда выбирает. В этот раз мы сильно не запаривались, потому что едем мы всего на 3-4 дня. У нас поездка небольшая. Дети, как всегда, вот в гаджетах играют. Есть кондиционер в машине. Телевизор. Занавески. Вот это наверху шкафчики. Система здесь такая. На кнопочку нажимаю, шкафчик открывается. И потом его нужно закрыть, чтобы при езде ничего не открывалось. Значит, газовая плита. Раковина. Здесь, извиняюсь, я уже, прошу прощения, раковина. Значит, электричество тут есть. Если мы останавливаемся на специализированном кемпинге. Тут это все шкафчики, шкафчики, холодильник, мини-бар. Туалет. Туалет. Здесь можно подключить горячую воду. Ну, в принципе, условия для существования приемлемые. Кто, конечно, привык отдыхать в отелях люкс, 5 звезд, то вам этот отдых не подойдет. Но мы любим. Мы любим природу. Мы любим останавливаться в различных красивых местах живописных. Просыпаться с видом на море. Жарить шашлычки. Ну, в общем, собственно, вот наш караван. Здесь будем спать мы, я думаю, с малым. И вот этот вот столик, он опускается вниз. И тут еще одно спальное место. В принципе, если два ребенка маленьких, они тут вдвоем поместятся. Но у меня уже старшему... Сколько лет-то тебе? А мне 13. 13 лет. Это мой младший. Ему сегодня исполнилось 8 лет. У меня два сына. Вот, собственно, и все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если у вас уже был опыт путешествий на караване, пишите, как вам понравилось или нет. На что нужно обращать внимание при выборе каравана? Ну, самое главное, чтобы была горячая вода, работал душ. Расскажу вам случай наш такой неприятный. В прошлый раз мы ездили в путешествие на караване на 4 дня. Но, к сожалению, нам хозяин пообещал, что горячая вода есть. Все работает, не переживайте. Но уже в поездке, когда мы приехали, мы обнаружили, что вода... Есть с ней проблемы некие. То есть я мою посуду, вода не льется, в душе вообще нет горячей воды. Соответственно, мы немножко стрессанули. Но мы находили специализированные кемпинги, где есть все условия для существования, где есть гул, горячая вода, кухня. Действительный минус в Анталии, в Турции. Если это не сезон, то многие кемпинги не работают. На это тоже нужно обращать особое внимание. У нас здесь коробка передач, не автомат. Муж сказал, ничего не знаю, будешь помогать мне везти машину. Но, если честно, я как-то побаиваюсь, они чувствуют габариты. И уже отвыкла от механики. Что с погодой? По прогнозу не обещалось быть дождю. Все затянуло, резкий ветер наступил, ураган. Много деревьев снесло, баннеров. Просто невероятно что-то творится. То аномальная жара, то резкий дождь. Ну, дождь это хорошо, ничего плохого. Потому что цветочкам, деревьям тоже необходима вода. Я думаю, что это ненадолго. Такова Анталия. Посмотрите, уже все небо голубое. Дождь закончился. И как ни в чем не бывало. Вот так бывает. Вы спрашиваете, девчонки, какая погода в Анталии? Ну, погода в Анталии, я вам скажу, непредсказуемая. Музыка. Музыка. Младший поймал рыбку. Молодец. Давай, держи. Ничего не боится. Что ж так? Держи и отпускай ее обратно в море. Пусть она живет. Золотая рыбка. Молодец. Ну, значит, рыба есть. Уже одну поймали. А я вот готовлю завтрак. Жарим яичницу с турецкой колбаской. Чай заварен. С таким шикарным видом. И скоро у нас продолжается наше путешествие. Мы поедем в другое место. Об этом я вам расскажу чуть позже. Решили искупаться. Водичка просто великолепная. Мне кажется, даже она теплее, чем в Анталии. И очень мелко. Идешь, 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 идешь. И все тебе по пояс, по колено. Думаю, что до той палочки можно спокойно идти. Единственный минус, что небольшие камушки. Когда ты заходишь, в целом очень классная водичка. Дети в палатках отдыхают. Наш отдых в Марморесе подошел к концу. Мы здесь переночевали, позавтракали. Выдвигаемся дальше. Едем мы на остров Джунда, как я вам уже говорила в начале видео. Ехать нам приблизительно аж сколько часов? Где-то 4. 4, максимум 5 часов. Всем привет, друзья. Наше путешествие продолжается. В дороге мы уже более 4 часов. Осталось совсем чуть-чуть. И моя маленькая мечта осуществится. А едем мы, собственно, на остров Джунда. Очень классное место. Просто райский уголок. Много фильмов смотрела, сериалов. Эти сериалы снимали именно там. Сейчас рассматриваем, в каком кемпинге мы остановимся. На самом деле, не очень много выбора. Но есть два кемпинга самых популярных, где много отзывов. У них есть официальные сайты, странички в Инстаграме. Это Ада Кемпинг и Бо Кемп. Ну, и помимо этих кемпингов, есть бесплатные пляжи, где вы можете так же припарковать свой караван и провести там время. Добро пожаловать! Мы приехали на остров Джунда. Посмотрите, да, справа с парагой люди купаются, как очень сильные волны. Сейчас вот здесь, пись с этой стороны, как все спокойно. Интересно. Да, потому что это бухта, а здесь нет. Здесь можно очень хорошо наклонить на левой стороне. Сделали небольшую остановку. Нам осталось буквально 10 минут, и мы на месте. Выбрали два кемпинга, один рядышком, друг с другом. Выберем между ними какой-то один. По ценам, конечно, я вам чуть позже расскажу. Цены здесь далеко не бюджетные. Выбираем место. Сейчас приехали в кемпинг под названиями Ада Кемпинг. Пока еще не определились. Здесь еще по соседству есть другой лагерь. Пляж. Шезлонги предоставляются. Стоимость входной проход с человека 600 лир и стоянка каравана 200. Покажу вам быстренько территорию. Но караван нужно там пройти чуть-чуть в саду. Там можно остановиться в палатках, в караване. Здесь бар. Еще очень прикольно. Большая территория у кемпинга. Зелени очень много. Здесь кто на собственных автомобилях приехал, установил палатки. Ну или на караванах. Вот специализированные места для караванов. Специальный навес, тенек, столики. В общем, очень круто придумали. Молодцы. И вот одно единственное место свободно. Но тут правда навеса ничего нету. Хичбищаек. И палатки. Хочу сделать для вас обзор Джунда Мо Кэмп. Это лагерь, где вы можете либо приехать на караване, либо снять бунгало, или установить палатку. Я думаю, что можно как со своей палаткой, так и с их палатками арендовать у них. Очень понравилась. Территория шикарная. Здесь намного меньше людей. Ну, немножко легкие тут работы идут с песком, с пляжем. Пирс, качели. Все так гламурно, инстаграмный такой кемпинг. Здесь, видимо, бар, ресторан. Территория есть баскетбольная площадка там чуть дальше. Футбольная площадка. И здесь как раз место для караванов. Вот, посмотрите, буквально 20 метров, 20 шагов до моря. А вот эти вот беседки для палаток. Там стабилизают палатки. Вот здесь свободно, думаю, сегодня будет здесь. Ну что, 100% мужик. Где, где, здесь или там? Здесь палатки. Есть, кстати, бунгало. Я думаю, что их тоже можно забронировать. Ну, как-то было совсем небюджетно по ценам. Я смотрела в интернете. Ну, сюда и добираюся с Анталии. Только с пересадками. Это очень долгая дорога на самолете. Если там через Тампул полет, там 5-6 часов дорога занимает. Так лучше на машине приехать. Если на машине от Анталии по прямой дороге наехать, это часов 7-8. Этому кемпингу сказали уже более 35 лет. Просто, видимо, в течение этого времени меняется название. Моя хозяева, ну, нам сказали, двое суток со скидкой 4,5 тысячи лир. Какая красота, друзья! Мы, в общем, в итоге остановились. Мо-кемп. Здесь подороже немножко, но народу совершенно никого нет практически. Очень атмосферно. Прям такое инстаграмное место. Качели прям в воде, в море. Столики с фонариками. Думаю, вечером здесь еще круче, атмосферней. Дети нашли сразу себе увлечение. Здесь батут. С пирса прыгаешь. По метров и ты распыкаешься. Аккуратно. Да, на шестонге все входит в стоимость. Тараван уже припарковали. Осталось вечером съездить. Мясо пожарить в шашлычки. Хотела снять нашу атмосферу вечернюю. Надули сап. Подготовили завтра на утро. Завтра поеду плавать. Вот так вот обустроили. Возле каравана. Столик. Муж там жарит шашлычок. Сейчас принесет. Я пока сидела, сделала легкие закусочки. Баклажанный салат. Порезала дыньку, арбузик. В общем, ну и рак и, как всегда. На самом деле, очень дружно. Все тут общаются между собой. В общем, нормально. Я думаю, что скоро турецкий праздник. Байрам будет. Курбан Байрам. Тут вообще мест не будет. Курбан Байрам. Победа. Д. Курбан Байрам. Курбан Байрам. Курбан Байрам. Салом. Продолжение следует...